А евро, кстати, по-моему, мы вчера с учениками рассматривали. Я еще говорил о том, что здесь подозрительно падают объемы на фоне роста. И вся эта ситуация больше напоминает, знаете, такой какой-то вот медвежий момент. Да, медвежий капкан даже в какой-то мере, но до капкана здесь еще, собственно говоря, расти и расти. Здесь, если мы обратим внимание, долгосрочно мы находимся в огромном-огромном флете. И, в принципе, тактика, она не поменялась еще с начала августа. Мы как торговали от границ данного флета, так и торгуем. Используем вот этот серединный уровень 1.18.122 как способ дозагрузить свои позиции. То есть, в случае, если вы проморгали, например, нижнюю границу, где-нибудь здесь от серединки вы можете искать покупки. В случае, если проморгали верхнюю границу, где-нибудь здесь вы можете искать, соответственно, места для продажи. То есть, в данном случае торговля во флете, она очень простая, элементарная. Здесь что-то комментировать, я думаю, будет слишком лишним. В случае, если инструмент у нас пробьет определенный диапазон, например, верхнюю границу, которая установилась на уровне 1.18.951, то мы встанем, конечно же, в сторону дальнейшего продолжения движения вверх. И то же самое мы сделаем в случае, если у нас инструмент пробьет и нижнюю границу. То есть, тактика здесь работы флетовая, она предполагает примерно вот подобные сценарии. Вот примерно такое движение. И в случае, если мы пробьем, встаем, собственно говоря, в сторону пробоя. Далеко мы не заглядываем по данному инструменту, потому что нужно иметь в виду, что все-таки инструмент довольно неплохо вырос, и сейчас он накапливает объемы. Куда накапливают объемы евро, подсказать еще не решаюсь, поскольку, в общем и в целом, здесь мы видим довольно широкий треугольник. Не треугольник, прошу прощения, такую довольно широкую массивную коробку, которая, конечно же, рано или поздно себя покажет, и она покажет по следующим распределениям в одну из сторон. Что же касается фунта, если мы вернемся к нему, в принципе, здесь та же самая ситуация, коллеги, что и по евро. То есть, тут у нас тот же самый треугольник. Мы торгуемся в рамках этого треугольника, прошу прощения, почему-то сегодня целый день флета называют треугольником. С утра прям это происходит. Но, тем не менее, мы имеем, собственно говоря, такой флет. И, опять-таки, торгуем в рамках этого флета от верхней границы мы продаем, от нижней границы покупаем, используем серединку в качестве доливок. Здесь та же самая логика, что и по евро. То есть, любые флеты вообще, в принципе, какие бы то ни было, неважно на каком таймфрейме, они все торгуются по нескольким сценариям. Но, понятное дело, от границы данного флета, то есть, сверху мы продаем, снизу покупаем, это понятно. Плюс 50% мы используем этот уровень в качестве доливок. Ну и в случае пробоя встаем в сторону пробоя. Вот таким макаром мы торгуем любые флеты, неважно на каком инструменте, на каком рынке. Вот такие красивые флеты случаются редко. И помните, что во флетах иногда свойственно, что вас будет выбивать по стопу. Я имею ввиду вот подобный сценарий и подобный сценарий. Поэтому, если вас выбило по стопу, вы видите, что рынок все равно возвращается в сторону флета. Вот здесь уже находясь, даже не дожидаясь какого-то отката, можете смело заходить рыночными ордерами. Проблем в этом не будет. Иена. Что касается иены. Вот иену я уже давно не открывал, недели, наверное, полторы. Даже две. Давайте мы тут посмотрим, что тут произошло. Помню, мы тут предвещали, собственно говоря, падение евро. Или с вами это было, или нет. Я уже не помню. Но помню, что мы оценивали, что движение вниз будет довольно неплохое. Ну, так или иначе, мы видим, что рынок довольно неплохо просел. Сейчас он, собственно говоря, вырос. Скорее, это больше напоминает некий такой долгосрочный, собственно говоря, откат. Хотел я сказать вот этого движения, но, в принципе, здесь даже уже не откат, а полноценный такой трейд. Мы видим, что у нас сформировалась вот эта вот последняя волна, можно сказать, вот этого большого-большого такого серьезного движения. И видим, что здесь не сформировалось еще нормального отката. Нормальный откат, он как бы предполагает движение в область 50%. Вот у нас примерно здесь находится 50%, это диапазон 106-211. И до сюда мы имеем небольшой запас хода. Ввиду того, что у нас сейчас падает в общий объем, и вот у нас происходит падение на фоне роста, это один из мощнейших сигналов для разворота. Что здесь, собственно говоря, можно предположить, и какие здесь можно ожидать определенные козни от рынка. Можно ожидать, что рынок, соответственно, по данному инструменту, начнет сейчас уходить в сторону дальнейшего отката, в сторону движения 106-211. И вот где-то в этом диапазоне мы уже будем рассматривать данный инструмент в качестве, знаете, некого способа покупок. Да, вот здесь, примерно, в этом диапазоне ищем покупки. Не пытаемся заходить в продажи, не ищем сейчас продажи. В принципе, вот если вы не делали никаких сделок по евро, сейчас и не нужно ничего делать. Поскольку, что бы вы ни делали, вы сейчас попадете в определенную западню. Имейте в виду, что вам уже сейчас, собственно говоря, продавать уже поздно, потому что у вас есть запас только до 106-211 вот сюда. А покупать еще рано, потому что рынок у вас падает. Пусть еда на следующей неделе немножко поживет своей жизнью. И примерно в этом диапазоне он очень широкий. То, что он широкий, это обусловлено, к сожалению, повышенной волатильностью данного инструмента. Здесь по-другому никак. Здесь точные уровни, к сожалению, работать не будут. И вот примерно в этом диапазоне мы будем искать сигналы для покупки. Какие эти сигналы могут быть? В контексте происходящих процессов, почему-то более чем уверен, что будет вот такой V-образный разворот с небольшим прыжком и дальнейшее движение вверх. Но это все на уровне теории и предположения. То есть, как здесь будет реализован именно разворот для дальнейшего движения вверх, не ясно. Ясно то, что после дальнейшего движения вверх, очевидно, что нужно будет следить за рынком, поскольку есть большая вероятность, что у рынка уже исчерпались силы для похода наверх, поскольку этот диапазон 107-107, вот этот уровень, он очень мощный. Мы его наметили еще черт знает когда, по-моему, я уже не помню. По-моему, он уже фигурировал у нас в анализе, уже не помню, коллеги. Но я помню, что он один из самых таких мощных уровней, который здесь находится, 107-107. И тут еще круглая цифра была. У меня есть подозрение, что рынок не пробьет данный диапазон. Но тут надо будет уже смотреть, так сказать, не то чтобы по факту, а когда мы уже подойдем к данному диапазону. В общем, если рынок дойдет до, соответственно, области, где нужно искать покупки, это область широкая, я ее вам обозначил, ищем возможность для покупки. И в случае, если рынок начинает отрастать, примерно придерживаемся 107-107, тут уже, ну, знак вопроса, надо будет делать новые анализы и смотреть. Есть еще такой немаловажный момент. Вы меня, наверное, спросите, ну, Артем, а как же тут, собственно говоря, зайти в позицию? Ну, ждите небольшого флета тогда, и ждите волатильного движения вверх. Это будет означать, что вот этот откат вниз, он закончился. Что касается кенгуру, что касается кенгуру, здесь, в принципе, ситуация ничем не лучше, как и по евро, и по е, не по е, не по фунту. Тут голимый флэт, просто голимый флэт. Торгуемся в рамках голимого флета. Не стараемся куда-то предугадывать здесь дальнейшее движение, но вот рынок дает нам такой флэт. Торгуемся в рамках этого флета. Здесь, к сожалению, вообще, в принципе, будет сложно вам торговать, поскольку верхняя граница и нижняя граница, она немного неточная. Когда-то мы выделили здесь несколько таких моментов. Давайте я нижнюю границу чуть-чуть перенесу вниз. Нижняя граница установилась на уровне 0.71.380. От этого уровня можем искать такие полноценные, собственно говоря, покупки. Верхняя граница установилась на уровне 0.72.001. Да нет, в принципе, давайте оставим верхнюю границу, поставим несколько уровней. Верхняя граница на уровне 0.71.809, но более точная, это 0.72.004. Почему делаем таким образом? Да потому что, дамы и господа, если вы обратите внимание, здесь у нас толком нет возможности поторговать. То есть, пока вы зайдете, пока подумаете, пока нажмете кнопку, сообразитесь, плюс спред. В общем, вас где-то вот здесь исполнило, и вам тут уже нужно выходить. Тут флэт такой, не то чтобы узкий, но он не сильно торговый, к сожалению. В нем можно торговать, но нежелательно. Желательно все-таки пропускать данный инструмент, и все-таки на него вот пока что поглядывать, пока рынок не наберет объема для того, чтобы куда-то, соответственно, пойти. Когда он пойдет, уже будет ясно по соответствующему движению. То есть, да, еще раз напомню, вот подобный момент. В принципе, подобные движения, то, что я начал с того, что по евро, по фунту, по австралийцу вот такое флетовое движение, это нормально. Сейчас август, дамы и господа, люди нормальные, в отличие от нас, понимаете, они отдыхают. Что касается канадца, ну, тут у нас есть еще, понимаете, потенциал. По-моему, мы позавчера общались с одним человеком, Котин есть такой, собственно говоря, трейдер. Я думаю, вы о нем слышали. Тоже партнер компании A-Market, ссылка на который находится, кстати, в описании. Он говорил, что потенциал движения вниз, он еще не исчерпан. Я с ним абсолютно согласен. То есть, здесь потенциал вниз еще не исчерпан. То есть, если мы посмотрим вот так вот глобально на рынок, давайте мы дневку откроем. Здесь у нас глобальные лаи, вот, вот здесь лаи находятся, до уровня 1.3565. Давайте мы их обозначим. И я поставлю какие-нибудь, ну, 3.607, вот сюда, да, как-нибудь так, примерно. Я поставлю это таким красным цветом, сделаю совсем жирную, типа меня, собственно говоря, линию. И вот эта линия, она отображает как раз-таки такие глобальные-глобальные лаи. Если вы обратите внимание, рынок до них еще не дошел, и рынку до них еще идти, идти, идти. Здесь, в принципе, сейчас нет никакого замедления, нет ничего, чтобы указывало на слабость продавцов. Мы видим, что у нас проходят довольно неплохие медвежьи объемы. И причем эти медвежьи объемы прямо очень сильные. Вот у нас попытка быков сопротивляться, вот она попытка быков сопротивляться. Выстреливает огромный объем, но толком движения не происходит, рынок откатывает потихоньку, потихоньку. Вот только здесь он начинает разворачиваться, вроде бы опять появляются объемы, опять появляются быки на сцене. Но обратите внимание, никакой реализации нет. То есть, быки делают усилия, а результата никакого не получают. Исходя из этого, мы как бы и предполагаем, что уж поскольку мы, во-первых, имеем трендовое движение, во-вторых, мы имеем, соответственно, запас хода до 1.30607, мы здесь вполне можем, соответственно, упасть еще ниже к этому диапазону. Пока еще запас хода, соответственно, присутствует и поэтому ждем, соответственно, движение вниз. Единственный момент, который хотелось бы, конечно, по канадцу немного знать, озвучить и немного вам рассказать, не нужно заходить прямо сейчас в позицию. Конечно, если в понедельник рынок откроется каким-нибудь снижением, то есть, если мы увидим примерно подобный момент, то что рынок начнет, ну вот так вот, например, гэпом откроется где-нибудь вот здесь, на данных уровнях, где-нибудь вот тут. Конечно, можно рассматривать, знаете, такую продажу довольно агрессивную. Почему я говорю агрессивную? Потому что имейте в виду, что гэп начнет закрываться, вас может немножко исполнить по стопу. Но это уже отдельная история. То есть, нам важно увидеть, что сейчас вот эта попытка быков, про которую я только что говорил, да, что рынок у нас вырастает и здесь есть попытка быков как бы продавить наверх, да, попытка продавцов вновь захватить. Нам нужно увидеть, что попытка быков ни к чему не привела и что рынок бац и ушел вниз. Это может произойти, в принципе, в понедельник. Это может произойти где-нибудь во вторник, примерно вот на вот этих уровнях 50%. И вот здесь уже можем искать, соответственно, продажи. И тогда мы уже здесь, соответственно, продадим. Имейте в виду, что когда вы будете продавать, все-таки глобально вы продаете на очень таком неплохом падающем движении. Поэтому держите руки, соответственно, на, собственно говоря, мышке. И в случае чего просто закройте позицию, потому что здесь, как вы видите, у нас это дневки. Здесь у нас довольно неплохое движение вниз, но глобального такого отката еще в рынках нет. И по этой причине мы, собственно говоря, и ожидаем, что рынок может у нас немного откатить, соответственно, наверх. Имейте это в виду. По этой причине, собственно говоря, продавайте, ради бога, через откат до ближайшей намеченной цели. Но в случае, если рынок начнет разворачиваться быстрее, просто выйдите пораньше. По биткоину мы находимся в верхней границе. Сформировался такой большой глобальный флет, если вы обратите внимание. Верхняя граница на уровне 12 тысяч, нижняя граница на уровне 11500. Пока торгуемся в рамках этой верхней границы, ожидаем прорыва вверх. Потому что, если вы обратите внимание, рынок у нас потихоньку поджимает свои минимумы и он двигается вверх. Потенциал движения, он все-таки присутствует. Следующий момент. Что меня вчера смудрило, я уже вчера смотрел данный инструмент. Если вы обратите внимание, рынок у нас пытался идти вниз несколько раз. И каждый раз, когда он идет вниз, он формирует вот такие большие шпильки. Эта вся ситуация говорит о том, что в рынках у нас находится достаточно мощный покупатель, который выкупает все это движение вниз. Прошу обратить внимание, что подобного не происходит, когда рынок вырастает. У нас он не формирует такие большие хвосты. И он не формирует, знаете, некое такое... Ну, это неуместное слово, это неправильный паттерн, который, сейчас скажу, такое вот, знаете, объемное поглощение. Когда в рынках появляется много объема и есть определенное движение, рынок его просто поглощает. Здесь, соответственно, при движении вверх такого нет. Но при движении вниз такое есть. Это говорит о том, что у нас в рынках есть какие-то покупатели, которые готовы покупать данный инструмент. Даже по тем текущим ценам, которые есть сейчас, это 11 тысяч, 12 тысяч. И они считают данные цены достаточно недорогими, чтобы купить данный инструмент. Понятно, что это, соответственно, не какие-нибудь студенты, которым наследство упало, и они продают бабушкину квартиру. Понятно, что это люди с капиталами, и, конечно же, эти люди с капиталами нацелены на движение вверх. В общем, мы в целом среднесрочно торгуемся пока что в рамках между диапазонами 11500-12 тысяч. И ожидаем дальнейшего движения вверх, прорыва уровня 12 тысяч. Пока еще ничего не говорит, знаете, о неком развороте, о движении вниз. Мы видим, что никто не заинтересован в этом развороте, поэтому все-таки и нацелены мы на дальнейшее движение вверх. Когда, до каких целей мы можем дойти, то есть, докуда мы можем отрасти, я понятия не имею. Но все-таки расцениваем где-то до 12500. Пока еще это у нас вот такой вот локальный, собственно говоря, не локальный, прошу прощения, глобальный такой уровень. 12500-13 тысяч, то есть, примерно вот сюда. Понятно, что мне так кажется, чисто теоретически, что рынок пробьет данную плотность, он будет вырастать еще, еще, еще. Но тут уже нужно будет смотреть по факту, по результату, когда мы дойдем до этой плотности. Пока еще ничего не говорит о том, чтобы рынок у нас снижался. Я еще раз говорю, меня смущает то, что кто-то выкупает рынок даже на тех хаях, на которых мы сейчас находимся. Что касается эфира, что касается эфира, здесь та же самая ситуация, что и по битку. Вчера, кстати, я своему, собственно говоря, ученику говорю, что по эфиру у нас прям, ну, бычий, бычий такой сигнал. И сегодня этот эфир еще взлетел выше, прям, он прям, он прям вырастает, он прям растет. И знаете, в чем прикол? А конца и края нет вот этого роста. То есть, я к чему это говорю? К тому, что у нас рынок может и дальше расти. У нас здесь появляется та же самая ситуация, что и, собственно говоря, по битку. То есть, эфир у нас вырастает, 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 вырастает. И происходит вот такой процесс некого глобального роста. Когда он остановится? Ну, черт его знает. Давайте попытаемся пойти найти хотя бы какие-то ближайшие цели, до которых он может дорасти. Эта цель, ну, ее можно установить на уровне 468, в принципе, да. И где-то 470, где-то здесь я попытался найти данный инструмент. А пока еще ничего не говорит о том, что у нас рынок будет снижаться. У нас есть волатильность, у нас есть движение вниз. Вот сейчас происходит некоторый откат. Но, может быть, с этого отката начнется движение вниз. Ну, сложно сказать. Но здесь, понимаете, немного другая ситуация, нежели по битку. Если в биткоине мы говорили о том, что у нас, господа, есть такой глобальный, собственно говоря, флет. И если вы обратите внимание, в этом флете мы можем кое-как, собственно говоря, торговать и более-менее себя, так сказать, чувствовать. То здесь, в эфире, мы... Почему он не сжимает у меня график? Не знаю. А то в эфире мы так не можем сказать. То есть, ну, если вы вспомните, по битку у нас здесь был довольно неплохой флет. Здесь у нас биток, он просто резко взлетел, и он не дает нам возможность купить. Если вы будете покупать вот здесь, ну, откровенно говоря, это очень дорого. Ровно как и нельзя сейчас продать, потому что мы будем продавать слишком в такой непонятной ситуации. И рынок пройдет ли еще ниже, ну, бог его знает, ситуация такая подвешенная. Поэтому я бы вам рекомендовал вообще не лезть в эфир. Понятное дело, что эфир у нас вырастет. И понятное дело, что здесь очень много перспектив для роста в целом и драйверов, как таковых, в том числе экономических. Но чего-то, вот, знаете, точки входа здесь пока еще я не обнаружил. Точка входа была вот здесь раньше, вот здесь была точка входа. Но сейчас как-то, ну, опасно. Очень, откровенно говоря, опасно заходить. Поэтому, если вы не в позиции, мой вам совет, игнорируйте эфир. Очень-очень опасная, стрёмная ситуация. А давайте мы посмотрим золото. Золото упало, я знаю, да. Да, золото упало. Мы предвещали рост, а золото упало. Золото. Что касается золота. Золото упало, многие говорят, что рухнул, собственно говоря, золотой пузырь. Я бы не назвал это пузырем, дамы и господа. Здесь нужно иметь в виду, что, понятное дело, что подобный рост, он всегда заканчивается вот под подобным падением. И самое интересное, что инструмент стал, соответственно, потихоньку отрастать, да. Причём отрастает он пилой, это достаточно хороший признак. Когда инструмент отрастает у вас так, как отрастает сейчас золото, то есть вот такой вот лесенкой и некой пилой, это очень хорошо. Это означает, что у нас и дальше есть вероятность дальнейшего движения вверх. Плюс мы видим, как у нас примерно 12 августа, несмотря на такой дикий, соответственно, дикий вот этот пузырь, да, дикое движение вниз, мы видим, что рынок у нас дошёл до определённой точки, сформировались здесь хвосты и резкое движение вверх у нас формируется, которое просто покрывает всё это движение и это всё указывает на мощных покупателей, которые вот прямо сейчас пришли в рынок, которые воспринимают данное движение как, соответственно, способ для такой дешёвой покупки. Давайте мы обозначим цели, которые мы здесь имеем и уровни, которые можно здесь поставить, на которые можно ориентироваться каким-то макаром, можно как-то смотреть. А в целом здесь ситуация такая достаточно благоприятная для таких очень осторожных покупок. Почему я говорю очень осторожных? Потому что здесь, имейте в виду, у нас выросла волатильность, даже несмотря на то, что у нас в пятницу вроде как рынки у нас немножко стухли, да, и находятся, соответственно, в таких вялотекущих торгах, всё-таки имейте в виду, коллеги, что здесь ситуация, она такая достаточно опасная, потому что волатильность вновь может появиться, она никуда не делась, у нас никуда не делались те события, которые влияют на волатильность. Ну и как следствие, если эта волатильность появится в понедельник, во вторник, в среду, вас будут выбивать по стопам, а это вам, я думаю, что не нужно. По этой причине вам не нужно, в первую очередь, в случае, если вы собираетесь торговать данный инструмент, каким-то макаром его, знаете, больше игнорировать, да, и больше за ним следить. Торговать его очень-очень осторожно, потому что появление вот подобных шпилек, конечно, скажется на ваших, соответственно, торгах. И чего вам я точно не пожелаю по золоту в ближайшее время, так это торговать без стопов, потому что, видите, какая ситуация, без стопов здесь лучше вообще, в принципе, не залазить. И вот у вас есть такой выбор, или торговать данный инструмент со стопами и быть уверенным, что эти стопы исполнятся, потому что вас в любом случае ликвидностью выбит, да, волатильностью, прошу прощения. Да, и на вас соберут ликвидность, либо не торговать этот инструмент вовсе. Вот такой вот выбор, да, либо торговать без стопов. Поэтому, ну, вот такое, собственно говоря, вот такое по золоту. В целом, здесь картина более бычая. Можно оценивать рост до уровня 19.74 от текущих уровней. И, в принципе, ну, в принципе, там нужно будет уже дальше смотреть, потому что меня смущает вот это вот резкое падение, я надеюсь, это понятно, потому что 19.74 это 50% вот этой большой волны. Уже нужно будет смотреть, увидите здесь замедление, небольшой флет, появление хвостов, объема здесь, ну, вот такого макара, да, вот подобного движения здесь. То это однозначно будет говорить о том, что мы здесь замедлимся и будем сваливаться вниз. Пока еще есть запас хода только до 19.74. Вот такой момент по золоту.